С вами мы продолжаем изучать глубокие пранаямы, дыхательные упражнения, которые были присущи, и я надеюсь, что будут присущи в новом мире у ученых, которые занимаются изучением мира внутри человека. Вот из-за того, что у нас, видите, перекос сейчас в науке, у нас Брахма победил Шиву до какого-то периода времени, они пока, значит, Шиву не обрубят. Мы изучаем, ребята мои, глубокие альтернативные дыхательные практики, которыми занимались люди на всем протяжении огромной древнейшей скифии, пока ее тут не завоевали, в общем, вы понимаете кто. И мы видим, что у нас есть Афон, на котором проходят до сих пор такие же точно дыхательные упражнения, которые практикуют другие аскеты где-нибудь там в Индии, или другие аскеты где-нибудь в Персии, или другие аскеты где-нибудь там в Чечне, потому что это все огромный-огромный мир, который сейчас является там православным, мусульманским и индуистским. А до этого был огромный-огромный такой практический мир, который и включает в себя всю восточную мировую, всю вас, весь Восток, в котором существует аскетическое такое мифическое, мистическое, вернее, аскетическое мировоззрение, в котором не зря существуют старцы, в котором не зря аскеты, к их словам нужно прислушиваться, не зря мощи древних баба, древних аскетов обладают какими-то целебными свойствами, или вообще просто там для чего-то они нужны, да. И вот это вот две руки платоновской науки, и левая, и правая, которые изучают человека внутри и снаружи, и вот мы и отправляемся сюда. И первое, конечно же, это анулома-велома. Очень грустно мне, ребятки мои, постоянно вступать в бесконечные разговоры о том, что да, анулома-велома, это просто там тут подышал, сюда носом, хоп-хоп-хоп, сюда носом. И когда-то возникает вопрос, что, ну почему анулома-велома переводится как альтернативная, в другую сторону, противоположная пронояма. Все начинают говорить, противоположная чему, против чего анулома-велома выступает и когда она делается. Вот. Я тут, ребятки мои, порыл не зря и докладывал вам, что издревле анулома-велома считалась проноямой гуру, не просто брахм, пронояма тех, кто судит людей, понимаете? Те, кто делают какие-то decisions, какие-то принимают законы или просто какие-то в группе у себя, в какой-то комьюнити. Брахмы, потом, может быть, судьи, кто-то, кто-то угодно. И удивительно, что во всех древних книжках анулома-велома это единственная пронояма, кроме сурья-бхеда, которая начинается с правой ноздри. Почему это происходит? Я не знаю, ребята. Скорее всего, каким-то, может быть, мистическим образом это было разрешено делать только судям. А может быть и правда в дыхании через начало в дыхании, допустим, через правую ноздри приводит к активизацию левого полушария, которое, как говорят, ответственно за принятие рассудочных, очень математически выверенных каких-то выводов, без эмоций, которые как раз не нужны в принятии каких-то решений. И, скорее всего, что эта пронояма убирает эмоции, эмоции до принятия решения. Это мое такое мнение, потому что она вытирает абсолютно всю память, потому что о какой-то памяти речь, там надо делать очень глубокие, на самом деле, задержки. И вот эта вот 1-2-2, 1-2-2-2 его формула соответствует распространенному сейчас дыханию, в котором ты делаешь вдох через правую ноздрю на 8, на счет 8 минимум, удерживаешь два раза по 8, выдыхаешь через левую на 16, вдыхаешь в левую на 8, удерживаешь на 16, выдыхаешь через левую ноздрю на 16, и в шуньяке еще сидишь 16. И делается это 8-10 раз. В таком случае попробуй это сделать, и я уверен, что тебе там не до эмоций будет, на самом деле, и спарринка пройдет у тебя. Так вот, вот же что интересно, ребята, если вы посмотрите вот эти вот четкие, которые и есть 108 вот этих вот бусинок, да, которые носят все, кому не лень, вы посмотрите, что все же носят эти 108 бусинок, а что это такое? 108 там слов, шивы там, 110 каких-то там радостных кличей, там того-того. Посмотрите, все люди, которые раньше в древности, совсем недавно еще, пока существовала еще Скифия, принимали участие в выработке какого-то решения, они все носили одинаково, смотрите, все. Эти четкие в руках вот этих старцев, и в четкие вот этого, они одинаковые совершенно, понимаете? И если мы разложим обычную 108, значит, вот эту штуку положим, да, вот она вот, 108, вот, то мы видим, что, смотрите, давайте, где тут вдох, вот речака, да, возьмем, не кумба, вот пурака, давайте сделаем пураку, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, маленький бит, да, то есть если у нас, помните, мы говорили, что есть четкие большие, есть четкие маленькие, так вот если здесь маленькие четкие, учитывать вот эти, которые просто пропали, да, смотрите, оп, с чёточкой, восемь, чёточка, восемь, чёточка, восемь, чёточка, восемь, чёточка, да, кумба, выдох, речака на восемь, вдох, задержечка, восемь, на шестнадцать, задержка на шестнадцать, и шуньячка на шестнадцать, ребята, если мы сюда включим все вот эти вот маленькие битс, которые существуют, мусульманских, буддийских, в любых, а здесь они просто стерлись уже, Вот, как раз это есть те самые 108 четок, о которых все и говорят. Все, пожалуйста, я не хочу вступать с вами ни в какие-то там эти, пожалуйста. И помните, что, смотрите, существуют разные четки, да, вот эти четки, к примеру, я, это, мне привезли, да, это четки из Иерусалима, Иерусалимские, да, смотрите, Пурака, Двекумхаки, Ричака, Шуняка. Все, пожалуйста, вот сидят монахи и крутят вот эти вот штуки, тинь-тинь, с закрытыми глазами, под пальцами, все это дело, да, такие, чтобы считать. Вот, почему эти маленькие четки вот здесь вот пропали? Ну, мы видим, что они пропали во всех четках, сейчас все, я сажусь в машину, приезжаю на, значит, славянские государства, в развалины вот эти вот несчастные, и вижу людей там постоянно четки на лобовом, на том-то, том-то, том-то. В них уже отсутствуют маленькие вот эти вот шарики, которые и являются важными вещами. Вот, что важно еще, важно вот еще, что хочу сказать вам по поводу вообще четок, вернемся, да, по поводу ануломи-веломы, что вот при длительном использовании любой, любых четок, да, когда вы уже счет теряете, вы, вам уже не нужен счет, там, там, раз, два, три, четыре, пять, у вас возникает просто мелодия в голове, да, и если вы еще на восстанетке, о, намасивая, да, это постоянно восемь, счет восемь, огромное количество мантр рассчитаны на восемь, на счет восемь вдох, там, быстренький выдох, вот, то в голове у вас рождается удивительная мелодия, то самый внутренний звук «надо», во время которого вам уже не нужно, хотите, считайте, в таком случае вы мозг, эмоции успокоите, а мозг настроите, хотите, перестаньте считать, а запустите мелодию в голове, которая у вас уже крутится, в таком случае у вас мозг тоже отдохнет, понимаете, да, и вот это вот, ваша «надо», ваша мелодия, которая звучит у вас в голове, она исключительно ваша личная, исключительно ваша личная аквалия, никто к вам не лезет, господи, как угодно, там, что вы понимаете, да, то есть, неважно, какая «надо», какой внутренняя мелодия звучит в голове у человека, там, какая разница, важно, что человек во время этой мелодии делает задержку дыхания на такое определенное число, определенное количество раз, вырубая ум свой, понимаете, там, какая разница, ум же не работает в этот период времени, вы понимаете, то есть, то, что Геродот пишет о том, что там над Уралом жили люди, которые постоянно-постоянно читали мантры в знак поклонения Аполлону, Гипербореи, да, так какая разница, хоть Аполлону, хоть кому угодно, понимаете, ваша внутренняя мелодия, она лишена религии, ваша внутренняя мелодия, она вне христианно-христианско-шиитско-шуницко каких-то отношений, понимаете, понимаете, в чем я говорю, да, то есть, если ты хочешь показать свою принадлежность Шиве, если ты хочешь, чтобы его имя было с тобой, справедливость, которая с тобой постоянно существует, присутствует, то, пожалуйста, произноси их, говори это, понимаешь, если ты не хочешь, да какая разница, какая разница внутри у тебя мелодия, кому она там принадлежит, вот, 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 и такие разошелся, перч разошелся, разошелся, вот такие, друзья мои, дела, вот, вы видите, да, что вообще на самом деле завоевание Скифии, как и вообще, ребятки мои, я хочу сказать, что вся наша история, к сожалению, она вот-вот, она написана вот-вот, вот только-только в наших глазах еще вон там свежи кости погибших красноармейцев во время Второй мировой войны, как уже вот, дайте там стрелять хотя бы мясу мрази, вы понимаете, уже люди переписывают историю вот-вот-вот-вот-вот, я уже не говорю, там переписывают себе там паспорта с религиями, с местами рождениями, с отчествами там и за деньги, да, переписываются просто события, которые я принимал участие, там мои дедушки принимали участие, они вот, они вот, они переписываются, поэтому, конечно же, говоря о насилии, который применяется сейчас государством, в котором, которая проработила огромной-огромной территории, живших когда-то под присмотром старцев, населения, потому что старчество было самым главным судьей в России, и не только в России, а на протяжении, на территории всех скифских государств. Да, установление законов умных для умных, вот как раз и приводит к тому, что вот это вот наше порабощение, ну, до какой же степени оно еще должно быть больше, то есть, россияне, вы действительно там сидите, вы правда думаете, что на 12 тысяч рублей этого достаточно для того, чтобы прожить, я не понимаю, вы понимаете, что в Индии, на которую вы смотрите, там, через соплю, пенсия у людей больше, чем прожиточный минимум сейчас, вы понимаете или нет, человек может позволить себе на его рупию, не знаю, там, во сколько раз больше, чем простой россиянин, понимаешь, порабощенный абсолютно бандитским государством, которое создано исключительно для бандитов, написана история, все наши исторические книжки, они же не описывают жизнь простого человека, где-то там в Черногории, на территории там современного Украины, или Донбасса, или там чего-то, она описывает историю вот этих вот мудачья, которые у власти бьются, сейчас они бьются там в дебатах, выходят из одной синагоги и об одном и том же там цирк этот устраивают перед идиотами, украинцами, лишенными йода в соли, вы понимаете, и все же это настолько ясно и понятно, друзья мои, что порабощение надо просто сваливать, все надо готовить лыжи, ничего хорошего не произойдет до тех пор, пока мы не постараемся хотя бы малой какой-то группой объединиться, понимаете, и тогда уже разговаривать с кем-то не с позиции там, а мы вот сейчас там топором по голове, а с позиции реального спасения, как когда-то раньше, в период начала там Первой мировой войны, Второй мировой войны, Сайлент, Сайлент, как прошение на жилье просили огромное-огромное количество славянского населения, когда казахи уходили в Турцию, древние обрядцы уходили там на территорию, Австро-Венгрии переселялись, огромное количество баптистов, как вы знаете, переселилось с востока России в Америку, потому что огромное же количество, там вся Канада, это все переселившееся время гражданской войны население, которое славянское, которое перебралось в Канаду и вот в эту часть Америки там заселило все это, это все бывшие жители некогда вот этого государства древнего, вот, поэтому давайте, ребята, нужно изучать, нужно быть полезными, вот, нужно смотреть, я совершенно уверен, что в полтора миллиардном населении Индии совершенно найдется место там для некоторых, нескольких тысяч людей, которые называют себя скифами, а кто они такие, что нас объединяет, что у нас есть общего, чего мы даже и не знаем, что, откуда эти пословицы и поговорки, почему лучше жить по ним, чем по каким-то там идиотским законам, которые написаны для того, чтобы возить на реактивных самолетах собачек Шувалова в Австрию, там, на какой-то там ха-ха-ха, все по закону. А чего и разошелся, я не понимаю, чего и разошелся. Да, я к тому, что, ребятки мои, время начинается библейские, вот, уже, да, и мне кажется, что почему Путин не раздает деньги, вопрос там у него пришел, да, потому что он знает, что это только начало, ребятки мои, это только начало, идет, идут библейские изменения. Хариом, увидимся в следующий раз и будем говорить об индра, дыхании индры.